Всем привет! Сегодня у нас письмо от подписчицы. Сейчас я его зачитаю и затем дам свои комментарии, которые она ждет. И она, в принципе, ждет вашей помощи, поддержки, что вы посоветуете. Здравствуйте, Галя! Я давняя поклонница вашего канала, напишу вам впервые. Хочу затронуть очень щепетельную тему, заодно поинтересоваться, как дело обстоит в других семьях. Я замужем в Турции 4 года. Ни дня не сидела дома, всегда работала по любимой профессии. Во-первых, потому что дома высидеть невозможно для меня. А во-вторых, иметь свои деньги для женщины, это всегда нужно. И, конечно, из-за социализации в турецкое общество, самореализации. Муж у меня частный предприниматель, с утра до ночи на работе живет работой. Для нас обоих это первый брак, детей пока нет. По турецким меркам мы живем выше среднего. Вся домашняя работа на мне. Во время пандемии помощницу по дому я не звала, да и раньше очень редко звала, справлялась сама. Даже за покупками сама езжу, муж не знает ни цен в маркете, ничего. В общем, дом на мне полностью. Крупные покупки муж делал до брака, в том числе квартиру, в которой мы сейчас живем. Помимо этого, у него есть и другие объекты недвижимости, купленные до брака. Машины, которые покупались в браке, оформлены не на него лично, а на фирму. Муж все чаще стал поднимать разговор про детей. Ему, ой, 4 года в браке, пора бы и детей завести, подумать хотя бы об этом. А я чувствую себя финансово незащищенной. Говорю, что мне нужны гарантии для спокойной жизни, чтобы вписал меня в тапу квартиры, в которой мы живем, в которой будут наши будущие дети. А то получается, что дом полностью на мне, ребенок будет на мне, но не в моем доме. Я здесь что, уборщица и кухарка, что ли, приехала? Я-то так на это не нанималась. Плюс я не смогу работать тогда. А эта ситуация меня угнетает. Я хочу чувствовать себя хозяйкой, а не гостей. На родине у меня, собственно, жилья не было. Купить своими силами пока не могу. Хоть и совсем не трачу свою зарплату. Заработок у меня не такой высокий, конечно, как у мужа. Когда я поднимаю этот вопрос по поводу квартиры, гарантий каких-то, он очень злится, говорит, чтобы я не говорила об этом. А то он начинает во мне разочаровываться. А я говорю, что я начинаю разорочаровываться в нем. Говорит, если ты со мной из-за денег, можешь хоть завтра улететь на родину. Ничего переписывать я на тебя не буду. Ты должна доверять мне. У меня и так все есть. Я в свою очередь говорю ему, что значит нам пока не нужны дети, раз ты так рассуждаешь, дорогой. Я выходила замуж по любви. Просто мне очень хочется быть уверенной в будущем дне и утвердить свои позиции. Галина и ваши подписчицы, как у вас обстоят дела с этим? Мужья поддерживают вас в таких предложениях. Надо вообще разобраться о причинах. Вы знаете, вы не знаете, и мы тоже, вы не написали в письме о причинах его такого поведения. В чем проблема? Это доверие. Однозначно у него какая-то психотравма есть. Я не про брак, а вообще от родителей в детстве, неуверенность, или в него самого не верили родители. У него вообще, короче говоря, вам надо поинтересоваться, чтобы понять, как себя с ним вести, причину его такого поведения. Потому что не вписывание имущества, это же показатель только. Показатель того, что человек вам, ну, отчасти, может, как-то это неприятно будет слышать, не уверен в вас. Он держит вас на такой определенной подвязочке материальной. Это у него такой момент манипуляции. И, скажем так, это определенная власть, которая он вроде бы, как бы, да, я и на правах на всяких, но вроде жена-жена, а по факту-то, как бы, мы именно материального ничего не имеем. Короче, его реакция, да, он вас обвиняет, спегает, а избегать, когда не получается, он начинает на вас набрасываться агрессии, говорит о том, что ты сама виновата, ты плохая, ты меркантильная, ты со мной из-за денег, все, расставайся со мной. Но на самом деле это чувство вины на вас навешивается, он пытается просто, знаете, отстреляться от вас. Стандартная вообще схема поведения такого, потому что проблема в нем на самом деле не вас. То, что вас интересует, вопрос защищенности материальной, это нормально. И особенно перед рождением ребенка, это нормально. А то, что вас хотят выставить меркантильно, это ненормально. Это проблема в муже. Ваша сейчас задача узнать у своего мужа причины его вот этих мыслей. Почему? В чем дело? Он боится конкуренции, он боится бедности, он боится остаться без всего. В чем дело именно в материальном вот этом плане? Надо узнать. Я не могу дать совет, потому что я не знаю этой причины. И вы ее не знаете, потому что вы до нее еще не докапывались в своей семье. Потому что муж у вас закрытый, и он выбирает тактику избегания. Он не хочет решать проблему, сталкиваться с ней. Ему проще избеганием. Не нравится Вали, типа, да? Очень легко. Хорошую позицию занял. Ну, честно, если мне вот так несколько раз говорили, не нравится Вали, хотя при этом просят детей. Вот как бы я, да, себя поступила на это. Я бы собрала вещи и свалила бы, не разводясь, естественно, припугнуть вот чисто. Я бы собралась и уехала бы обратно в Россию, в гости, там, на неделю. Не важно, насколько. Вернуть я бы об этом не думала. В одну сторону билет бы купить, а там посмотреть по обстоятельствам на его реакцию, как он будет поступать. Потому что очень, знаете, удобная позиция, получается, Вали. Не нравится, уезжай. Типа, ты, Мирка, здрасте. А вы ему приведите примеры, а как люди живут, как делят детей, имущество. Если у вас самой не получается узнать, он очень закрытый, причины его такого поведения, вы должны о себе рассказать, почему вам это важно. Не просто я хочу себя чувствовать защищенной. Поподробнее как-то, да, побольше. Он опять вам тему, например, про детей накидывает, а вы говорите. Я тебя люблю. Видишь, я с тобой не из-за денег, я за тебя замуж выходила по любви и так далее и тому подобное. То есть я с тобой 4 года, надо было бы за деньги, я бы уже развелась, правильно? Вы ему акцентируете внимание на том, что вопрос будущего и детей. Я хочу чувствовать себя защищенной. У вас тоже вопрос, скажем так, недоверия. Вы же не просто так это всколыхнуло, да? Вы сказали, я хочу себе финансовой защищенности на будущее, а вдруг что-то произойдет. И хочу быть хозяйкой в своем доме, со своими детьми, а не обслуживающим персоналом. Я хочу закрепить свои позиции. Там прям такая фраза в тексте, да, была? Соответственно, у вас либо с мужем не все так хорошо, и вы на подкорочке чувствуете, что позиции ваши не закреплены, и он вас не допускает до чего-то. И у вас не такие хорошие отношения на самом деле. Просто к себе внутри прислушаетесь, права я или нет. Это первое. Второе. Закрепление позиций. То есть вы не уверены в будущем с этим мужчиной, что он вас не расстанется, не изменит или не кинет вас, или так далее. У вас какие-то подозрения к нему есть. Вы ему на будущее не доверяете. И вот этой подложечкой финансовой или имуществом вы пытаетесь, как вы сказали, закрепить свою позицию. У вас есть какая-то женская конкуренция с кем-то, мне кажется, может быть. Либо вы в муже не уверены. И вы просто не хотите остаться в итоге с ребенком на голову задом. Вот что я хочу сказать. Здесь проблема не финансовая однозначно, а в доверии в ваших отношениях с мужем. Это финансовая ситуация, лакомцевая бумажка. Муж либо не хочет понимать проблему внутри себя, либо он ее знает, не хочет ей делиться, чтобы не показаться слабым, там если у него там на подкорке с детства что-то и так далее, да, личные такие моменты, которые никому никогда не открывал. Либо у вас в принципе с ним проблема в отношениях недоверия на будущее. Бессознательно. Может быть нет фактов там измены, флирта какого-то. Ну что-то у вас есть вот этот пунктик. Это, конечно, психологу. Либо к семейному, либо кому-то из вас одному брать консультацию, об этом разбираться самому себе. Потому что так бодаться просто. Ну вы можете расстаться. Вот если делать, как я вам посоветовала, да, там сесть и уехать. Посмотреть на его реакцию. Я просто его не знаю, да, может не знаю, как он может отреагировать. Может побежать за вами, а может нет. Может он именно ищет повод расстаться. То есть утвердиться в том, что вы меркантильна. То есть может у него причина такая, что в жизни такие женщины встречались. Или там от семьи что-то такое, да. Какие-то страхи свои про деньги. Он просто ждет и вас подталкивает на то, чтобы вы ему доказали, что вы меркантильна в его глазах. В его определении слова меркантильность. То есть это очень такой, знаете, вопрос индивидуальный. Надо вашу семью разбираться в этом. Я так не могу, к сожалению, ответить объективно или дать какой-то цель, что делать надо. Но на ближайшее время я скажу, что делать нужно. Нужно понимать свои причины. Повторюсь, итог только, да, сделаю, что я в нем неуверена в будущем. Он дает повод быть неуверенной. Зачем мне нужно, мне нужно, вы должны себе задать вопрос, зачем мне нужно закреплять свои позиции. То есть я могу позиции эти потерять. При каком варианте событий я их могу потерять. То есть измена там или еще что-то, такие моменты. Что я жду, какой опасности от мужа. Или вам совет дам постараться с мужем, если я не знаю, насколько он открытый человек. Я думаю, что он не очень открытый. Постараться узнать его причины. Тогда вы поймете, что делать. У вас как ясный день все станет. Сейчас пока что два барана уперлись. У каждого есть свои причины. А о причинах самих реально вы не говорили. Не обсуждали это. Когда обсудите, откроете, скажем так, доверитесь. Вопрос доверия в отношениях души друг к другу. Тогда и будет все понятно. И этот конфликт сам собой, по сути, решится. Уляжется. Когда вы поймете, что вы, скорее всего, о разных моментах с ним переживаете, заботитесь. И вы поймете друг друга. Сейчас вы друг друга на данный момент не слышите. Вы должны постараться друг друга услышать истинные причины. А вот вопрос был к подписчицам. У кого как финансовые и так далее. Знаете, у всех по-разному уже, да. Кому-то есть что терять. У кого-то материальное чего-то нет. Я разные здесь истории слышу. Кто-то тут спокойно... Вот у меня, например, подруга есть. Ой, у них все спокойно. Что покупается в браке. Даже больше скажу, в браке купленное. Муж на нее записывает. Чтобы на себе... Ну, они очень хорошо финансово живут. Есть что? Короче, недвижимость какая-то и так далее. На нем бизнес. А на ней там квартира. Он на ней... В принципе, квартира, в которую она переезжала, когда они женились до свадьбы, он на нее переписал. Но у них там нет никаких, там, не знаю, конкурентов, наследников, там, и тому подобное. Они там... В общем, я к тому, что это от доверия зависит в семье. Муж ее любит, доверяет. Пожалуйста, он спокойно к ней относится. То есть доверяет ей, переписывает что-то. То есть этой проблемы нет такой у них в семье. Так бы я это назвала. У меня с мужем тоже такой проблемы нет. Все, что мое... Я вам до этого раньше рассказывала о браке. Все, что мое было до брака, имущество, оно всегда остается моим. Потому что на это претендовать не может. И вопросов вообще он рот даже на это не открывал. И при покупке квартиры здесь уже в Турасе, совместном браке, у нас 50 на 50 могло бы быть. Но мне муж так и сказал, по сути, что чтобы у меня... Как бы у меня не было мысли задавать такой вопрос, потому что он предвкусил мои... У меня даже мысли не было. Он как бы посчитал нужным составить такой разговор. Он мне и сказал... Скажем так, он мне сделал предложение. Он мне сам предложил, что, Галя, при покупке недвижимости, машины, квартиры и так далее, если ты хочешь, у тебя есть желание. Если ты не против, он даже сказал. Не то, что хочешь. Если ты не против, тебе предлагаю записать на тебя. Тебе так спокойнее будет жить? Пожалуйста. Потому что со мной что-то может произойти не в плане развода. Я об этом даже не думаю. Чипы какие-то ситуации в жизни. Не на здоровье и так далее. Там дееспособности. И все вот эти вопросы юридические. То есть мне муж сам тоже это предлагал. Это от доверия в отношениях. Вот я к чему. Либо от родственников. От их влияния. Что кто-то на что-то претендует. На недвижимость. На деньги чужие любит посчитать. Напишите в комментариях, как у вас с этим. Мне очень интересно. Посмотреть, знаете, такой срез статистики. Вот кто живет в Турции или с турецким мужем, например, у себя на родине. Напишите в комментариях, как у вас финансово. Недвижимость. И вот эти моменты. Что на ком в браке, не в браке остается. На ком что записано. А вот этом доверие. Это же все равно. Там 200-300 комментариев под видео. 500. Это же срез общества определенный. Моих подписчиков. Категории такой людей. Это определенная статистика. Очень интересная. Мне бы тоже хотелось на это посмотреть. Мое уверение, как психолога, о том, что это вопрос доверия в отношениях. И все. Тут ни больше, ни меньше. Или какой-то там личной жадности. Это уже другие аспекты идут. Но все равно. Это вопрос доверия. Я считаю, что в браке, конечно, 50 на 50. И даже при разводе, когда мужчина там все оставляет, уходит. Ну, это очень благородный поступок. Характеризует его как человека. Но я считаю, ничего, скажем так, зазорного. Если муж и жена после развода делят 50 на 50. Но папа, естественно, например, алименты потом выплачивает нормальные. Ребенку не там копейки какие-то. Или убегает от алиментов. То есть 50 на 50. Но из-за ребенка там платы какие-то, школы. Не знаю, все что-то университетное. Тиетты, да, там одежды. Все тоже 50 на 50 должно быть. Это нормально. Но не нормально, когда кто-то один хочет увеличить и что-то себе все забрать. Я считаю, это тоже неправильно. А вот такая история. Я, кстати, тоже считаю, что если ты, например, домохозяйкой не работала в браке, это все равно тоже работает. И 50 на 50 все равно делится. Да, ты, может, финансово, скажем так, не приносила деньги в семью. Ну, извините, ты экономила деньги на няню там, на воспитателя, на домработниц или еще. Но что-то все равно работа. Уход за ребенком и тому подобное. То есть это тоже, мне кажется, нужно учитывать. То есть это не праздное шатание. Это все равно какая-то забота о доме и тому подобное. Это тоже должно... Короче, я как считаю, эквивалент ценности затрат человеческих — это время, человеческие силы какие-то. То есть быть домохозяйкой, не то, что они там, которые ничего не делают, праздно шатаются. Я про то, что когда ты занимаешься домом, питанием, организацией всего этого, детьми, если они есть и так далее, это тоже работа. Это тоже нужно как-то оценивать вот так. Это очень, я считаю, справедливо. Что вы думаете? Пишите в комментариях. Я под видео оставляю свою почту в инфобоксе. Разворачивайте его, смотрите почту. Пишите мне свои письма, либо анонимные для видео, либо записывайтесь на психологическую консультацию. Спасибо вам за внимание. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. Скоро увидимся. Всем пока.